Никто, кроме нас. Девиз воздушно-десантных войск. В мирное время бойцы и их командиры оттачивают мастерство, а когда наступает время защищать родину, они с честью и достоинством выполняют боевые задачи. В этот раз бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады выстроились на плацу перед отправкой на передовую. Это мобилизованные ребята, срочники в прошлом или служившие по контракту. Есть и те, кто побывал в горячих точках. Основной костяк подразделения – это военнослужащие, которые прибыли после горячих точек. Жены, дети и родители военных прибыли на построение. Каждый из них переживает, но все держатся достойно. Обученные воины чеканят шаг. Командование их приветствует и произносит слова на путствие. Сегодня наше Отечество призывает своих солдат и офицеров навсегда покончить с нацизмом. Нашу волю не сломить. Россияне выбрали свой путь. Ожидание победы добра над злом. Глава города также обратился к десантникам и их семьям. И победа однозначно будет за нами. Воины-десантники, вы настоящие профессионалы. Вы идете в усиление позиций российской армии. Уже сегодня два именных батальона «Симбирск», «Свияга» защищают на передовой нашу страну, наш народ. Вопросы насущные решены. Одежда, экипировку у десантников есть. Бронежилеты, разгрузки и каски у каждого в комплекте. Если честно, когда мы находились еще за забором, гражданскими лицами, когда были, мы очень сильно удивлялись и не понимали, что вообще творится в стране. Очень много роликов, где ребята, то есть в каких-то порванных бушлатах, непонятно в чем и как одеты, жалуются на то, что им дали какие-то ржавые автоматы, их не одели, их не обули, где-то они там в поле живут. Я не знаю, у нас все было по-другому. Мы пришли, нам дали полную всю форму, сплошь до того, что нам дали жилетку под форму. Парни находились в бригаде около месяца, они проходили обучение. Рядовой Макеев чувствует себя уверенно, благо инструкторы подготовили на совесть. Здесь есть у нас наставники, помимо инструкторов, также боевые, кто уже непосредственно принимал участие в СВО на Украине. Они приехали, опять-таки же они тоже с 31 бригады, они приехали сюда для того, чтобы нас подготовить, помочь, организовать. Зарплата ребятам пришла в положенные сроки и в полном объеме. Ну вот я вам могу подсказать свой телефонный смс, где зарплата моя составляет 158 тысяч, а все остальное зависит от воинского звания. Могу вот, для примера, показать эту смс, чтобы именно от 900 номера. Где вот зачисление зарплаты показано, это 197 200 рублей. И мы были очень приятно удивлены, почему? Потому что это опять-таки же поддержка нашим семьям, та, которую нам обещали. И мы идем туда со спокойствием, то есть с финансовым спокойствием. К бойцам обратились и духовные лица, священнослужители благословили каждого. Также на торжественную церемонию привезли мощи Ильи Пророка. Святой считается покровителем воздушно-десантных войск. Это почитание сложилось из календарного совпадения Дня памяти Пророка и Дня ВДВ. Многие десантники молятся Пророку как к своему профессиональному защитнику. Виктория Черкова, Герман Баранов.